Вот эти средства, которые сейчас заходят, хотя, с одной стороны, мы собрали и поступили на счета своего марш расчетные деньги, которые рассчитывали для проекта, все нормально, но, тем не менее, я говорил, что те рассрочки, платежи, которые будут ходить, они не пропадут. И вот те деньги, которые сейчас заходят, идут на оборотные, на приобретение оборудования, причем достаточно серьезные, насколько мы знаем. Вот буквально сегодня подписал целый ряд счетов на серьезное оборудование, которое позволяет нам удешевить продукцию, высокопроизводительное оборудование, уже специализированное. Если раньше ставка делалась на оборудование универсальное, на котором можно делать все подряд, скажем так, то сейчас уже специализированное оборудование. Сейчас у нас сотрудник находится в командировке, изучаем возможность приобретения рентгеновской установки для того, чтобы можно было делать томографию печатных плат. К чему это все? Вот смотрите, есть корпуса, вот микросхема, допустим, у нее вывода по бокам. Резисторы, они тоже по такой же конфигурации, у них выводы по бокам конденсаторы, а есть так называемые БГА корпуса, у которых выводы снизу. И когда мы их распаиваем на плату, мы не знаем, как там качественно запаялась или некачественно. И даже при вот таких деталях проверить, как там подтеки, все остальное, невозможно. Для этого нужно на рынке. Поэтому все серьезные изделия, все серьезные компании всегда проводят контроль. Томографический рентген, рентген, контроль, томография. И вот этого в бизнес-плане не было, так точно говорю. Точно так же в бизнес-плане не было и высадного станка. Что такое высадной станок? Это автомат, который, ну как сказать, ну все видели саморезы, да, все, кто водители, они их очень любят. Шурупы эти, которые постоянно ловят. Вот их делают на высадных станках. И наши граждане, российские граждане лучше всего их знают именно по этим деталям. Болты и прочие изделия. Но есть более серьезные высадные станки. Раньше это Германия поставляла. Когда берешь, подаешь туда пруд, пруд нарезается, необходимая заготовка, а потом обсаживается. Обсаживается в размер деталя. В данном случае вал угла шлифовальной машинки. И что на нем остается сделать? На нем остается только классной поверхности сделать. Там, где подшипники будут садиться и где более шестеренка садится. Операции, скажем так, не такие большие. И я когда говорил в прошлом раз, что это занимает потом обработка такой заготовки две минуты, не больше, в комментариях один товарищ написал, что он работает фрезеровщиком и две минуты это только закрепить детали. Коллеги, нет, нет. Это на универсальном станке так. А если у тебя стоит манипулятор, который у тебя из контейнера берет заготовку, ставит и там двухшпиндельная головка стоит, автоматический захват, отрабатывает одну, вторую, сбрасывает деталь, она уже поступает опять в бункерный накопитель, манипулятор тебе ставит следующий деталь. Это совершенно другой процесс. Совершенно другой процесс. Поэтому то, что я говорил, это не оговорно. Это действительно так. Вот если, допустим, смотреть, сколько требуется времени на нарезку резьбы резцом или головкой. Вот резцом там ты 3-5 минут потратишь, а головкой 6 секунд. Так а как нам обрабатывать? И тогда себестоимость операции, сколько будет? Если мы берем и рассчитываем станкочас. Что такое станкочас? Ну, сколько стоит час работы станка? И, соответственно, мы технологическую карту, когда делаем, мы рассчитываем. И даже, когда программа на ЧПУ пишет, мы рассчитываем время. Станок нам выдает уже время. Сколько у нас тратится на обработку? Сколько на заготовительную, на смену операции рассчитываем? Сколько станкочасов надо на эту деталь. Самая главная задача наша снизить стоимость деталей. А для этого надо сократить время операции. Для этого мы должны применять технологические приемы именно под это изделие. Иначе мы конкурировать ни с кем не сможем. И поверьте, что каждая даже минута, секунда на каждой операции, она потом выливается в такие деньги. И вот сейчас проект перешагнул ту грань, к которой мы стремились. Осталось, казалось бы, немного, но мы ее уже перешагнули. В том объеме оснащения, в тех возможностях, которые сейчас реализуются. И поэтому, когда мне говорят, что вот вы превысили сумму. Да, превысили. Да, превысили. Это есть. Но в то же время мы повысили коммерческую стоимость всего этого хозяйства. Плюс ко всему уже задача стоит не только разработки, но и производства. И сегодня сколько переговоров было? Много. Процессии они были распространены. Как считают? Раз, два, три. Много. Потом много. Почему? Потому что, да, действительно, идут переговоры. Идут переговоры о коммерческом использовании, коммерческие заказы. Завтра будут идти переговоры. И два пути. Можно было бы сказать, все, да, больше денег нет. Не надо, да? Или же наоборот, что сейчас те инвесторы, которые платят рассрочки, коллеги, есть возможность. Давайте мы нарастим возможности. Это СОУМАШа, ПКТБ нашего. Это даст большую удачу. Это выгодно всем. Абсолютно всем. Поверьте. И те возможности, которые сейчас открываются, они открылись благодаря тем работам, которые мы сделали раньше. Вот тот же самый Мотылек. Какой толчок дал? Очень сильный. Серьезнейший. БТР, Мотылек, мы можем вехами вспоминать. И, кстати, как сегодня подходили, говорят, а эта же штука тоже нашим ребятам нужна, да? Да, да, да. Тоже было, да?